Губернатор Игорь Руденя возглавил делегацию Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме 2022, который начал работу в эту среду. Главная тема форума в этом году – новый мир, новые возможности. Планируется, что 16 и 17 июня в основные дни форума губернатор проведет ряд деловых встреч. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве правительства Тверской области с крупными компаниями в сферах IT, промышленности, жилищного строительства, развития дорожной инфраструктуры, туризма и других. Главная задача развития экономики региона – реализация проектов в сфере технологического суверенитета и импортозамещения. Создание условий не просто для продолжения работы иностранных компаний в Тверской области, а для нового этапа их планомерного развития. В рамках этого экономического форума 15 июня начал работу стенд Тверской области, рассказывающий о преимуществах отдыха в Верхней Волжье, о продукции местных производителей. Благодаря современным технологиям гости форума могут попасть в любую точку нашего региона и посмотреть на видео живописные места, например, Осташково, Торжка или Старицы. По словам министра экономического развития Тверской области Ивана Егорова, расширился состав нашей делегации, куда вошли представители бизнеса, главы муниципальных образований. Важно, чтобы все участники прочувствовали поддержку со стороны государства и правительства Тверской области. Одна из главных очень важных идей стендов Тверской области нашей программы здесь – это технологический суверенитет и импортозамещение. У нас планируется много соглашений. В этом году мы ожидаем рекорд по количеству соглашений с инвесторами. И большая часть соглашений как раз подчеркивает, что несмотря на все международное давление, санкционное, экономика развивается, инвестпроекты реализуются. Добавим, что делегации от Тверской области принимают участие в Петербургском международном экономическом форуме с 2006 года. Всего в прошлом году представителями Верхневолжья было проведено 15 деловых встреч, итогом которых стало подписание 12 соглашений, в частности с Ростуризмом и рядом регионов России. Об участии в проекте «Большое золотое кольцо» с ГК «Российские автомобильные дороги» о строительстве в регионе Северного обхода Твери.